здравствуйте друзья мы с вами на канале голос силиконовой долины и беседуем сегодня у нас гость в студии гостя зовут елена елена живет в сиэтле правильно говорю ну пригороде сиэтла пригороде пару слов о себе как давно в америке откуда приехали мы приехали из украины из города черкассы выиграть 9 2014 и приехали три с половиной года назад на форуме говорим про вес где я бы сказал основная такая тусовка по участию гринкарт лотереи вы уже наверно лет восемь девять правильно ну с 2010 года да хорошо то есть вы не только свою историю имеете вы досмотрелись там наслушались чужих историй да да я перед тем как выиграть и выиграли мы с третьего раза я очень много три года я читала 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 истории адаптации истории прохождения интервью ну истории выигрышей и вот ну опыта набралось а конечно много и так давайте мы сегодня я надеюсь мы сами не последний раз но вот сегодня тот опыт который есть у вас и у там сотен людей которых которых вы обозревали на форуме опыт совершения характерных ошибок понятно что есть вещи редкие вот с кем не бывает вот ни с кем вот только ты эти это отдельная история но вот то что люди все время делают при том что казалось бы все описано более менее но даже вот по написанному не получается что это по одному по одному раз два три самая основная ошибка на мой взгляд и по опыту вот что я изучала читала информацию об лотерее это не указание детей от предыдущих браков значит такая ситуация нужно указывать детей от предыдущих браков вашего супруга или супруги даже если вы их не усыновляли то есть вот многие считают что раз ребенок не усыновлен значит я его указывать не должен это не так вы должны указывать всех детей от всех браков которые есть у вас или у вашей жены или мужа своей заявки так же сама я извиняюсь да скажу так же сама и ваш супруг и супруга тоже в своей заявке должны указать и ваших детей которые у вас есть от первого брака до 21 года или независимо до 21 года если они не женаты и если они не граждане сша или green card holder и то есть если вы укажете ребенка который уже гражданин сша то это не будет ошибкой так в правилах и написано если не укажете это тоже не будет ошибкой но если ребенок не гражданин сша и не обладатель green card и ему до 21 года он не женат значит вы обязаны его указать если вы его не укажете даже если он с вами не поедет никуда даже если он живет вообще на другом конце света вы обязаны его указать по правилам лотереи вот не указание детей на мой взгляд является самым самой главной причиной отказа в визах а вот я извиняюсь тогда уже но так для полноты моим математическим сознанием значит а если ребенку 19 лет но он женат нет указывать не нужно не нужно в правилах так и написано если дети не женаты и до 21 а если я его все равно укажу то это тоже не беда или как-то нет его можно указать но он его на интервью не пригласят и он визу не получит но в данном случае нас беспокоит не только вот приглашение на интервью нас интересует дисквалификация мы боимся попасть в дисквалификацию поэтому я сейчас переживаю не за то что дадут ему визу или не дадут а как бы меня здесь не дисквалифицировали за не указания да да будет дисквалификация если не указать ребенка нежен если вы не указали женатого дисквалификации не будет я бы советовала всем кто будет заполнять заявку для начала прочитать правила лотереи правило есть на любом языке, ну, не на любом языке, но на многих языках. На русском есть? На русском есть, да. И, пожалуйста, прочитайте правила, потому что там все очень доступно, очень просто написано. Я как педагог с 45-летним стажем, то есть, конечно, глядя на меня, вы можете подумать, что я с рождения преподаю, но вот как человек, который несколько десятилетий стоит у доски, могу вам сказать, что никакой связи между прочитанным и понятым, или, скажем, сделанным на его основе, особо нет. То есть, скажем так, половина просто не поймет ничего, вторая половина поймет неправильно, но скажет, что это вы так сказали. Вот, поэтому, конечно, безусловно, надо читать, безусловно. Но вот то, что вы сказали сейчас про неуказание детей, знаете, меня так прям дернуло, я думаю, что у всех, что ли, дети от первых браков, что ли, что же такое, что за массовость такая? Ну, у многих детей, конечно, если люди играют уже, допустим, людям там за 30, то, конечно, очень, вот у меня ситуация, у меня у мужа был ребенок от первого, он и есть ребенок от первого брака, и на момент заполнения заявки, ему еще не было 21 года, мы указали, я в своей заявке его указала, и муж в своей заявке его указал. То есть, это очень распространено, очень распространено. А вы знаете, что, может быть, я добавлю вот к этому, есть такая, знаете, тяжелая тема, когда люди говорят, у меня есть ребенок от первого брака, я его не видел там последние 5 лет, жена со мной, бывшая со мной не хочет разговаривать, я даже не знаю, где они находятся, я не могу сделать его фотографию. Это пролет или что-то есть еще, какие-то есть возможности, вот раз мы про раннюю говорим? Ну, в данной ситуации я бы советовала найти фотографию, любую, пусть даже этой фотографии будет несколько лет, пусть эта фотография будет из соцсетей, не соответствует правилам, как делать фотографию. Это единственный выход, и я знаю, что люди получали визы в данной ситуации, ребенка указать нужно обязательно. То есть, то, что вы не можете достать фотографию, это ваши проблемы, сугубо ваши проблемы, и абсолютно госдепу, да, или там консулу, им все равно ваши проблемы. Вы должны указать и точка, а как вы уже укажете, без разницы, но знаю, что консулы лояльно относятся к фотографиям детей, особенно если ребенок живет вообще где-то далеко, это можно объяснить консулу на интервью, что фотография не очень удачна, но я думаю, что он даже не обратится. Это не помешает попасть на интервью? Нет, нет, это вы попадете на интервью. Ну, я вообще очень пристально смотрят на главного аппликанта, или как, на победителя. Заявителя, да. Заявителя, вот он должен соответствовать определенным требованиям. Его семья, жена, дети или муж и дети, абсолютно никто там сильно не присматривается. Единственное может быть исключение, это когда у супруга победителя, ну, то есть у супруга, который не победитель, у него, возможно, какая-то интересная профессия, ну, такая любопытная с точки зрения безопасности, или там, ну, что-то вот связано, такая очень необычная профессия, которая тогда могут назначить административную проверку и проверять, чем человек занимался. Вот это единственное, чем может заинтересовать супруг победителя, или супруга победителя. Хорошо. А там в основном относятся вот лояльно к детским фотографиям, которые сделаны там несколько лет назад. То есть это еще не полный пролет, то есть можно побороться? Нет, это не пролет, нет, абсолютно. Просто спрашивают часто. Теперь, хорошо, первое мы поняли, не указание детей. И когда вы вот сейчас перечисляли, что независимо от этого, независимо от этого, независимо от этого, я так понимаю, что вы просто читали истории, где люди говорят, а зачем я решил этого не делать, потому что, и в итоге был пролет. Да, да, да. Хорошо. На втором месте что она стоит по причинам, как бы вот среди причин, мешающим людям нормально заполнить заявку, получить выигрыш там и так далее? Значит, вторая причина – это неправильное указание семейного положения. Значит, такая ситуация. Если человек заполняет заявку сегодня, а свадьба у него завтра, он должен указать, что он не женат. Понимаете? То есть многие люди делают так. Они считают, что если я живу с женщиной, с мужчиной, в незарегистрированном официально браке, то завтра распишемся, а сегодня я все равно напишу, что он женат. Нет, так нельзя делать. Да, были случаи, когда консулы закрывали на это глаза, были случаи, когда люди уже жили несколько лет вместе, у них уже были общие дети. Но мой совет тем, кто будет заполнять заявку, пожалуйста, заполняйте ту информацию, пишите, которая есть на сегодняшний момент. Не надо выдумывать что-то, придумывать. Вот у вас есть документ, который подтверждает ваш статус, значит, вы должны указывать этот статус. Если у вас развод завтра, но вы заполняете заявку сегодня, вы не должны указывать, что вы разведены. Вы официально в браке. То есть у вас нет документа, подтверждающего, что вы разведены. Это очень важно. На момент заполнения. Если есть еще несколько дней до окончания приема заявок и развод у вас или свадьба состоится в эти дни, пожалуйста, дождитесь, пока у вас будут документы, это или свидетельство о браке, или свидетельство о расторжении брака. И тогда уже заполняйте на этот момент ту информацию, которая будет на сегодняшний день. Еще один момент небольшой. Люди только что поженились, заполняют заявку, и жена считает, что ее фамилия еще не поменялась, то есть у нее еще девичья фамилия, так как у нее не поменен паспорт. Вот это тоже одна из ошибок. Почему? Потому что основанием для смены фамилии является свидетельство о браке. То есть ваш паспорт уже недействительным. У вас есть документ, свидетельство о браке, в котором написано, что вы сменили фамилию с такого-то числа. Все, вы можете смело, даже если у вас паспорт не поменен на новый, вы можете смело писать свою новую фамилию. Я правильно понимаю, что были проблемы вот именно с этим, вот со сменой фамилии при браке? Ну, проблем вот я не помню, но вопросы такие задавались очень часто. Вот честно, проблем я просто не отслеживаю. И вы знаете, еще такой момент, даже если у человека есть проблемы, не все люди отписываются на форумах, что у них какие-то были проблемы. А вот относительно принципа внесения информации в заявку по состоянию на текущий момент, на момент заполнения. Я бы хотел расширить брачные дела на образование, потому что меня каждый день, раз по 5-6 в комментариях спрашивают молодые люди. Вот он говорит, я сейчас учусь в 11 классе, то есть он к моменту, когда будет надо, он закончит, у него будет среднее образование. Он говорит, вот что писать в образовании? Могу я написать, что у меня уже среднее, поскольку у меня будет среднее на момент заполнения формы DS-260, когда я выиграю. Ну, я бы сказала, что, наверное, лучше писать перед средним. Там есть пункт. Неполная средняя. Неполная средняя, да. А уже на интервью предъявить аттестат. Лучше так. Не произойдет ли дисквалификация его заявки на уровне просто самой лотереи? То есть, грубо говоря, у него не будет шанса прийти на интервью и вообще участвовать в розыгрыше. Вот его просто не вытянут, а заранее вычистят и все. Нет. Насколько я знаю, программа выбирает, вернее, отсеивает только, если дубликатные заявки, если фотографии какие-то левые из соцсетей. Вот я сама столкнулась, просто сделала пробную такую заявку, взяла фотографию с интернета, там модели какой-то. У меня эта заявка не сработала. То есть, я даже проверить не смогла. Что выигрыш или есть выигрыш, или нет выигрыша. То есть, вы прямо тестер в душе. Вы не тестируете ничего по работе? Нет. Я чувствую наклонность такая. Да, хорошо. Ну что же, значит, мы поняли. Не внесение информации по состоянию на момент заполнения. Вот это. Что касается семьи, что касается образования и так далее. Вот это. Это очень важно. Это очень важно. Вот, пожалуйста, пишите то, что у вас есть на сегодняшний момент. Если вы не получили диплом об окончании института, значит, вы не можете написать, что у вас высшее образование. Пишите вот как есть на сегодняшний момент. Но на интервью вы должны прийти уже с дипломом или с аттестатом. Я бы, вы знаете, я бы насчет образования бы вот даже... Ну вот я, например, имею высшее образование, заочное образование. И тогда на форуме в те годы, вот 2013-2012 год, были целые там у нас дискуссии по поводу считается ли заочное образование или не считается. То вот по моим наблюдениям вот за эти годы я вам скажу так. Считается. Считается то образование, которое легальное, то есть которое официальное в вашей стране, в которое вы заполняете. Если вы закончили университет, институт, никто не будет смотреть на интервью, заочное оно было или не заочное. У вас есть диплом, все. Подождите, это вы говорите про интервью. А мы там в случае говорим про заполнение заявки. И я, конечно, там давно не читал правил год, но там было четко понятно по правилам, что все-таки заочное мы не засчитываем. Пишите то, что у вас очное. Я помню так, там было довольно прозрачно сказано. Ну вот, возможно, это по поводу средней школы, но по поводу университетов, институтов, вот поверьте мне, тут у половины заочное образование, никаких проблем вообще на интервью по этому поводу не возникало. На интервью без разницы. В той мере, в какой у тебя есть средний аттестат за среднюю школу, ты можешь идти на интервью, и тебя пропустят. Да, да, да. Но есть еще и смотрят дипломы, но никто никогда не отписывался, вот я не встречала в интернете, чтобы кто-то написал, что кто-то придрался у него в каком-то консульстве, придрались по поводу, что это заочно. Во-первых, в дипломе оно не написано, что оно заочно. У меня в дипломе не написано, что оно заочно. Поэтому я бы... Вот если у вас есть средняя школа, полная средняя школа, вот как узнать, есть ли у вас полная средняя школа? Хороший вопрос. Так, как? А узнать очень легко. Сможете ли вы завтра пойти в высшее учебное заведение и подать документы на учебу в высшем учебном заведении? Вот если вы можете со своим образованием, то есть у вас оно подходит для обучения в высшем учебном заведении, значит, у вас полная средняя школа. Если вы придете в университет, в институт и вам скажут, извините, но мы не можем вас принять, потому что у вас недостаточно образования, значит, ваше образование не полное среднее. Тут есть тонкость одна. Тоже много ребят молодых, они пишут, что вот вы знаете, я там отучился год или полтора года в техникуме или в колледже, как я сейчас называю, но я еще не закончил, и к моменту вот этих всех дел я еще не закончу, но я после 9 класса туда пошел и как понять, есть у меня уже среднее или нет у меня среднего. То есть если бы он закончил техникум, закончил, и он может поступать в университет, мы точно знаем, что у него есть достаточно. А если он не закончил техникум, то есть с законченным средним образованием, с полным, да, из школы, он может поступать в институт, а вот с таким не поймешь каким. После 9 класса пришел, техникум не закончил, вот с этим как быть. Ну, в техникум обычно первый год или два идет среднее образование, они заканчивают, и в техникуме должна быть какая-то информация об этом, то есть я вот точно не знаю, выписывают они аттестат или не выписывают, я думаю, что человеку надо просто сходить в деканат, ну как вот сказать. Куда положено. Да, куда положено в техникуме, и уточнить, есть ли у него выписан какой-то документ, подтверждающий, что он закончил программу полной средней школы. Или если же нет такой возможности спросить, то обратиться в ближайший университет, институт, и ему там скажут, сможет он поступить к ним на данный момент или нет. Хорошо, давайте так, с точки зрения истории отказов, мы имеем истории, когда человек пришел на интервью, ему говорят, извиняй ты, дядьку, но вот не подходит ваше образование. Да, да, были такие случаи, да. В чем там была фишечка, что там не так было? Ой, я сейчас не вспомню, там было девять классов. Вот я сейчас не вспомню, там, по-моему, только там полной средней школы не было, и человек пришел с... А, значит, если у вас нет образования, не хватает вам до полной средней школы, вы можете попасть еще на интервью. Если у вас профессия, которой вы проработали два года за последние пять лет, но эта профессия должна быть в специальном списке, ссылка на этот список есть в правилах. Вы там ищите свою профессию, кем вы работаете, и если она, там, баллы, вот я точно как, ну, не могу сказать, как это называется. Да, если оно... Семь баллов вам это нужно. Семь, да, семь баллов, вот там табличка есть, и вот ваша профессия, и оценивается в баллах. Если ваша профессия семь и больше баллов, значит, вы подходите, вы можете использовать эту профессию как в качестве, как вам засчитают. Слушайте, а это реально, вот это массово? Вот люди, работающие в этой профессии и не имеющие, там, законченного среднего образования полного... Нет, это не массово, это очень редкие случаи. Очень редкие. Очень редкие. В основном у людей есть полное среднее образование. Такой вопрос. А мы имеем истории, когда человек, у которого не было полного среднего образования, например, пошел и, там, в течение того года, что, там, ну, не года, полгода, ну, скажем так, учебного года, между октябрем, там, и маем, пошел и, там, экстерном сдал, там, эту среднюю школу. Может быть, там, занес, там, что-то, ему аттестат вынесли. Да, я встречала на одном форуме реальный человек, он сейчас живет в Калифорнии, в Сакраменто, он сам из Беларуси. На момент заполнения заявки у него не было полного среднего образования, но когда он выиграл, он поступил в вечернюю школу и закончил за год, получил аттестат, удачно прошел интервью в Варшаве и сейчас работает и живет в Америке уже четыре, больше четырех. То есть это тоже путь неплохой, потому что я знаю, например, у меня часто, там, знаете, такие пишут, скажите, а если купить, например, деньги, там, в переходе, там, метро? Нет, 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 я понимаю, мы на одной с вами страничке, но я просто что хочу сказать, что, а все-таки, какой-то процесс у них есть валидации, вот, подлинности документов, подлинности, ну, чего-нибудь подлинности, там, трудовой книжки, ну, как они это делают? Я думаю, они проверяют, если у них возникают какие-то сомнения, назначается административная проверка и по этой проверке, какими путями они проверяют, я не знаю, но если они, они прекрасно знают, что в наших странах можно пойти купить в переходе диплом. Они это прекрасно знают. Если у них какие-то сомнения, то очень часто они назначают административную проверку, эта проверка длится, может, от трех недель больше, там, и месяц, люди есть и по девять месяцев. Вот полностью, почти вот уже заканчивается выдача виз, в этом году все, и вот человек в последние дни буквально получает сообщение, что виза одобрена, проверка прошла. Так что я бы не советовала вообще заниматься какой-то фальсификацией, потому что если даже вам повезет, и они не увидят какую-то фальсификацию, то в дальнейшем это может быть чревато, вы уже будете на территории США, и где-то, не дай бог, даже вы будете подавать на гражданство, тоже там проверка проходит. Все равно мы какую-то проверку проходим. Просто так, мне кажется, нам не дадут гражданство, правильно? Ну, не знаю, я получал, не заметил проверок никаких, но единственное, что... Нет, ну, я бы предпочел точно знать, чем так спекулировать. Если точно мы не знаем, то нам, мы говорим, что самое правильное, это ничего не выдумывать, не придумывать. Да, делать по-честному, это самый, как сказать, это единственный путь, который тебя защищает как-то более-менее от того, чтобы ты попал в неприятную ситуацию. Да, и еще, я извиняюсь, еще я хотела бы на такой момент обратить внимание, что вот, когда вы выигрываете в лотерею, приходите на интервью, вот многие думают, что вот, сейчас завалят там что-то, вот консул не понравится. Нет, это на самом деле не так. Это не путайте, пожалуйста, с интервью на тур, визу. В данном случае консул не может вам отказать только потому, что вы ему не понравились или ему что-то там... Очень-очень много случаев, когда люди пишут, что консул, наоборот, был очень расстроен, что он отказал по причине, по главной, такой важной причине. Бывает, да. И всячески он даже старался как-то вот помочь, а может быть у вас там то, может у вас то, может вы как-то принесете какой-то документ. Понимаете, наоборот, старался вытянуть человека, чтобы дать ему визу. Но у консула есть инструкция, есть закон, по которому он работает, и есть такие моменты, когда он вам откажет 100%. А есть такие моменты, когда вроде правило нарушено, но у него есть выбор. И вот в этих инструкциях я не буду... Если надо, я могу их поискать, но на форумах они ссылки давали на эти инструкции. И там вот написано, что вы можете или дать, или отказать. То есть у него есть выбор. Поэтому когда говорят, что вот я нарушил правило, но мне дали визу, типа ерунда все это, то это просто вот по инструкции консул решил поступить, выбрать. То есть все-таки понравиться можно? Можно, да, но если нарушение незначительное, то консул даст вам визу. Даст, все равно даст. А вообще есть статистика по отказам? Вот люди, которые пришли, пришли, им назначили интервью, они пришли. Какой процент людей не проходит? Нет, у меня такой статистики нет. Я знаю, Раевский очень занимался такой статистикой. Но я, честно, вот эти цифры, вот это все, я не следила за этим. Есть вероятности выигрыша, у них там целая теория, целая тема была. И если зависимость какая-то от даты подачи, в первые дни или в последние дни. В общем, это все, ну, теории такие были, вот аналитические. Давайте, знаете, что еще? Раз мы приближаемся к подаче заявки, значит, ситуация такая, гипотетически. Значит, муж и жена живут в России, жена родилась в Киргизии, муж родился в России. У них есть выбор, от какой страны подавать. Значит, либо Киргизия, либо Россия. Тут дальше есть масса рассуждений на тему о том, что в разных странах как бы разная конкуренция. Ну, допустим, если в Украине там миллионы подают, то там в России, может быть, на всю Россию там 200 тысяч, например. Соответственно, от России играть, говорят, что вот лучше играть от России, чем от Украины с точки зрения конкуренции. А еще лучше там от Австралии играть, где там 10% вероятность выигрыша, там еще что-то. Но все-таки, вот как вы интерпретируете вот это все? Что подскажете нашему зрителю? Ну, вы знаете, я родилась в России, муж родился в Украине. Играли мы от России, от Украины, да, соответственно, и выиграли от Украины. Поэтому тут я считаю, что это все теория. То есть 50 на 50, повезет или не повезет? То есть вы ушли от этой математической модели, так? Да, что касается Киргизии и России, да, по правилам человек может подать от страны своего супруга, но там есть один нюанс. Поехать, если он выиграет, он сможет только вместе с супругом. От страны, которой он играл. Ну, подождите, вместе. Но часто бывает, что один вперед поехал, потом там, позже подъехал. Ну, вы знаете, от выигрыша, от заполнения заявки и до получения визы может пройти больше года. Да. За это время есть люди, разводятся. Бывает, да. Тогда точно не поедет. Что-то случается, не дай бог. И если человек подал от жены, от страны жены или от страны мужа, то он поехать сможет только с мужем или с женой. То есть сам, даже если он выиграл, он сам не сможет поехать. То есть муж или жена должны поехать или первым? Я правильно вас понял, что на момент, когда они там интервью проходят, они должны быть женаты или, вы все-таки имеете в виду, физическое перемещение. Он не может физически, допустим, они визы получили, а дальше он физически не сможет проникнуть в США без супруги. Да, 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 это так. И на интервью они должны быть женаты. Вы же понимаете, что могут развестись. И все, человек, даже если он выиграл, но он играл от страны жены, он не сможет получить визу. Вот это такой нюанс один. Ну хорошо, а если они получили визу, а через три дня развелись, а он все-таки хочет ехать, его не остановят? То есть он может ехать? Нет, если он играл от страны жены, то он не сможет уехать. А визы в паспорте есть? Его на границе не пропустят, я так думаю. Нет, он не сможет, он должен пересекать границу только вместе с женой. Там же, понимаете, визы там написано, там статус написан, там D1, D2, D3 написано. То есть они видят, кто первый должен пересечь границу. Они там вот в этих эмиграционных пакетах, я думаю, тоже там есть какая-то информация. Вот, поэтому вот по правилам лотереи он может только вместе с супругом, от которой он играл. Хорошо. Остались ли какие-то у нас нерассмотренные серьезные вещи, на которые нужно внимание обратить при заполнении заявки? Вот у нас скоро заполняют заявки. Знаете что? Давайте, давайте. Значит, страна рождения. Очень часто люди делают ошибки, указывают страну рождения. Значит, самое главное правило, первое, это играют не от страны гражданства, не от страны проживания, играют от страны рождения. Даже если вы живете в Канаде и родились в России, вы должны все равно играть от России. Есть нюансы, о которых мы только что говорили по поводу страны супруга или супруги, но это, я же говорю, это такой случай, ну, нюанс есть, что лучше так делать. Вот, если вы играете от страны рождения, очень часто люди, ну, там выпадающий список, и люди просто вот ошибочно бывают, что вот открывают выигрышное письмо, а там написано, что у них Израиль, например, там. Или вот они живут в Израиле, родились в России, но указали Израиль, вот посчитали, что почему-то вот раз они всю жизнь в Израиле живут, значит, они должны играть от Израиля. Нет, это большая ошибка, значит, смотрите, какая ситуация. Если человек ошибочно указывает страну рождения, если она, эта страна находится в одном регионе с его настоящей страной рождения, то визу этот человек получит регионы Европа, Азия, Африка, Австралия. Если же страны в разных регионах, визу человек не получит. То есть, поскольку весь бывший СССР, все республики бывшего СССР идут по Европе, то, грубо говоря, так, перепутать, например, Киргизию с Украиной нормально. Да, да. А, скажем, а Киргизию с Израилем уже нет? Уже нет, да. Вот это тоже такая часто встречающая ошибка. А все время пишут, ну я же живу вот тут, но у меня же гражданство вот такое, и как бы... Абсолютно не важно гражданство. Вот реально вот люди, пожалуйста, почитайте правила. Там четко написано, играют от страны рождения. Все. Может быть, вы пару слов скажете про фото. Мы сделаем отдельный сюжет про фото, потому что столько разговоров про фото мы отдельно сделаем. Ну, все-таки вот есть там какие-то такие болезненные вещи. Знаете что, давайте я вас вот так спрошу. Вот ребята недавно рассказывали из Каменец-Подольского, у нас тут парочка была на канале. И они говорят, что они пошли в какое-то место, и в этом месте им классно сделали. Человек, который делал, он уже точно знал все требования, и вот прямо идеально им сделал. Вы как относитесь вот к тому, чтобы ходить куда-то, или самому делать, или вот какая ваша позиция? Ну, я вам могу сказать свой опыт. Выигрышные заявки. Значит, мы сделали фотографии дома на фоне белой простыни, на обычный смартфон, на преддневном свете. Но вы не редактировали, да, не положено? Вообще ничего я не делала, насколько были страшные фотографии. То есть, я так поняла, что вы знаете, американцы любят, чтобы было естественно. Вот реально, без всяких вот этих редактирований, все. Но, когда я фотографировала, я еще подумала, думаю, вот как выиграет эта заявка с такой фотографией. И вы знаете, точно выиграла заявка с этой фотографией. Абсолютно никаких проблем не было, никто даже не заикнулся. Валидаторами вы пользовались? Да, я пользовалась на сайте, на тот момент, на сайте лотереи была программка, которая редактировала фотографии. Сейчас я, кстати, ее не смогла найти, я не знаю, там сайт поменялся уже. Там была кропер, вот я помню, как она называлась. Значит, там просто очень, туда заходишь на эту страничку, выбираешь из своего компьютера фотографию. Там есть шаблон, вставляешь эту фотографию, голова должна вместиться в голову, лицо должно вместиться в лицо. Если оно все вмещается, все, ты нажимаешь сохранить, оно сохраняется, и эта фотография проходит через валидатор на сайте лотереи. Ну что же, хорошо, Лен, давайте я вас поблагодарю, так, я надеюсь, что какое-то количество жизней, может быть, изменится, даже если одна, к лучшему. Значит, мы уже не зря это все делали, и так, я чувствую вот по вашему лицу, что вам там неплохо все это, так вы, так выглядите хорошо. Не, нормально, нормально. Нормально, да, значит, но пусть будет еще лучше, и давайте мы с вами до следующей встречи тогда, хорошо? Хорошо, все. Мы не прощаемся, давайте так помашем ручкой всем нашим зрителям. Счастливо. До свидания.